Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 февраля. Житие преподобного отца нашего Николая Исповедника, Игумена Студийского. Преподобный отец наш Николай родился на острове Крити, в селе, неназываемом Кедонии, откуда был родом и святой мученик Василит, пострадавший в числе десяти мучеников на острове Крити. Родители блаженного Николая были христиане. В раннем детстве он был отдан обучаться Слову Божию. Когда же отроку исполнилось десять лет, и он уже достаточно навык чтению священных книг, родители отослали его в Константинополь, к дяде его, блаженному Феофану, который был иноком в студийской обители. Феофан любезно принял своего племянника и отвел его к Угумену в студийской обители, преподобному Феодору. Преподобный Феодор, провидя, что отрок имеет быть избранным сосудом Божиим, благословил его и велел ему до времени оставаться вне монастыря в особом здании, где помещалось училище для юношей. Когда же Николай пришел в возраст, игумен, видя его благоразумие, а равно кроткий и смиренный нрав, поместил его внутри монастыря и постриг выноческий чин. После нескольких лет добродетельной жизни в монастыре, игумен принудил Николая принять и священство. Сюда же, в студийскую обитель, пришел к Николаю и родной его брат по имени Тит. Он бежал с острова Крита после нападения на остров Сарацин и пришел к брату с печальной вестью, что родители их уведены в плен. Тит с великой скорбью и слезами передавал это известие брату. Николай, получив столь скорбную весть, хотя и болел сердцем о родителях, но старался утешить брата, увещевая его не скорбеть. «Так угодно было Богу», — говорил он брату, — «ибо без воли его не падает и волос с головы. Он знает, что делать для пользы человека, поэтому возложим на него нашу печаль и промышления о наших родителях. Нам же нужно самим заботиться о том, чтобы не быть плененными похотью плоткою и прелестями века сего, и чтобы рука невидимых врагов не отвела нас в землю тьмы и мрака непросветного». Тит умилился и утешился этими словами брата, и по настоянию его был пострижен и сам сделался добрым иноком. В то время церковь Христова, управляемая добрыми пастырями, пребывала в мире и тишине, но в спокойствии ее внезапно было нарушено бурью возмущения, произведенного еретиками и коноборцами, во главе которых стал злочестивый царь Лев Армянин. Лев Армянин был патрицием в царствовании благочестивого царя Михаила, прозванного Ронгавом, но хитростью сместил Михаила с престола, заняв его сам. Для этой цели он воспользовался войной греков с болгарами. Царь, отправляясь на войну, начальником над восточными отрядами своего войска поставил льва, не подозревая, что тот домогается обманом свергнуть его с престола. Когда произошла битва, греки начали побеждать, и болгары готовы были обратиться в бегство. Но Лев, условившись заранее со своими, им же, подкупленными военачальниками, внезапно обратил свои отряды на бегство. Хотя их никто не преследовал. Болгары, видя беспричинное отступление греков, сначала подозревали со стороны их обман, но потом увидев, что греки не останавливаются в бегстве, ободрились и, выступив на них, долго преследовали их, уничтожив большое количество греческих воинов. Так что царь Михаил потерпел полное поражение. Лев достиг своей цели, ибо войско и народ сошли царя трусливым и малодушным, не умеющим вести войну. Он поспешил воспользоваться таким настроением народа и войско против царя. Михаил после поражения вернулся в Константинополь. Лев же, оставшись с войсками в Вифинии для охраны границы, тотчас приступил к исполнению своего давно задуманного злого намерения против царя. Он распустил слух, что греки понесли поражение по причине лишь малодушия и совершенной неопытности царя в военном деле. Этим он возбудил против Михаила все свое войско, которое отказалось признавать Михаила царем и провозгласило царем самого льва. Когда слух о таком поступке льва дошел до Михаила, то царь, несмотря на советы окружающих, отказался противодействовать ему, говоря, что он не желает, чтобы ради него была пролита хотя бы одна капля христианской крови в междоусобной войне. Тайно от других послал он льву царскую корону и порфиру, причем сказал ему «Я уступаю тебе царство, приходи в Старьград безбоязненно и царствуй». Но лев весьма жестоко поступил с Михаилом, столь смиренно уступившим ему царствование. С великой пышностью уступив Константинополь, он тот час заточил Михаила и супругу его на один из островов. Двоих же сыновей его, Феофилакта и Игнатия, приказал оскопить. Спустя несколько времени по воцарению нечестивой лев восстал из самого Христа Бога и на его святую церковь. Он созвал нечестивое соборище против иконопочитания и приказал выбросить святые иконы из храмов божьих. Святейший патриарх Никифор с собором благочестивых архиереев и архимандритов и всех богодухновенных отцов противостал такому злочестию царя, увещевая его не озлоблять и не смущать ересью церковь Христову. Но нечестивый царь всех с бесчестием выгнал из палат, где происходило благочестивое собрание, и разослал он заточение в различные страны. Святому Феодору Студийскому с учеником его, блаженным Николаем, пришлось особенно много пострадать от руки злочестивого льва, так как они особенно сильно и смело противодействовали злочестию царя. Сначала они оба вместе были сосланы царем в местность близ озера Аполлониадского, крепость Метопу. Оставаясь здесь в темнейшем заключении целый год, они все-таки продолжали проповедовать истинные учения о почитании святых икон, и успели многих отвратить от ереси. Услыхав об этом, царь отослал их в восточные страны, в местечко Ванита. Здесь они опять были заключены в темницу, где по приказу царя держали их под самым строгим надзором, так что вход к ним никому не был доступен, и они ни с кем не могли беседовать. Но исповедники, не имея возможности устно поучать людей благочестия, проповедовали свое учение письменно. Они посылали из темницы к верующим свои послания, и таким образом, как бы громогласными трубами разрушали еретические учения, как стены ерихонские, исправляя и восстановляя разрушаемые еретиками догматы благочестия. Узнав об этом, царь послал жестокого воина по имени Анастасия с целью наказания их. Анастасий прибыл на место подверг исповедников жестокому истязанию, нанеся им посредством побоев ужасные раны, от которых тело их разрывалось на части. Отправляясь обратно, мучитель опять запер блаженных в темницу, закрыв совершенно к ним вход и приказал морить их голодом. Страшные муки пришлось испытывать святым узникам как от ужасных ран, так вместе и от голода и жажды, ибо стража подавала им хлеба и воды в самом малом количестве, и то только через 3-4 дня, а иногда и через 7 дней, причем бросали пищем через окно с ругательством и издевательством. В этом заключении узники пробыли три года, но не успели еще надлежащим образом закрыть тараны на тело узников, каким пришлось испытать еще более ужасные мучения от нового мучителя, присланного царем. Этот посол пришел для разыскания о письме, перехваченном и доставленном царю. Письмо было написано к православному, от лица Феодора, рукой блаженного Николая. Послание это заключало в себе самое строгое обличение царского злочестия и душепагумной иконоборческой ереси, и вместе содержало в себе прекрасное поучительное наставление в благочестии. Посол вызвал узников из темницы, показал им письмо и спросил, признают ли они его своим, на что исповедники открыто отвечали, что преподобный Феодор излагал устами, а блаженный Николай писал его своей рукой. Тогда разгневанный посол приступил к истязанию узников. Сначала он приступил к блаженному Николаю. По приказаниям учителя с Николая сорвали одежды и, обнажив его, распростерли на земле и били продолжительное время. Оставив избитого полумертвого Николая, он начал истязать Феодора, которого били по телу, едва не сокрушив костей. Оставив полуживым Феодором, учитель снова обратился к Николаю, желая ласкою склонить его к единомыслию с царем. Но блаженный, не вняв его словам, и не склонился на его ласкательство, оставаясь непоколебимым в благочестии. Придя в сильнейший гнев, мучитель приказал истязать Николая самым жестоким образом. Его долгое время били по всему телу и, причинив ему многочисленные раны, оставили на всю ночь нагим, распростертым на земле. Время же было зимнее, холодное, ибо был февраль месяц. Но блаженный все муки терпел благодаря Господу. После этого мучитель опять заключил обоих исповедников в темницу и, закрыв к ним вход, возвратился к царю. Преподобные же отцы испытывали ужасное страдание от многочисленных, причиненных им ран, ибо язвы на теле их проникали до костей, а кожа была так истерзана, что висела на них, как рубище. Вид истерзанных страдальцев был столь ужасен, что возбуждался страдание даже в грубых сердцах воинов, составлявших стражу их. Из жалости воины подавали им теплые воды и масло. Страдальцы омывали омоченные водой губовые свои раны и помазывали их маслом, отчего раны их понемногу стали закрывать. Кожу же, висевшую и не при... расставшую к телу, они зарезали небольшим ножом. Но вот прошло девяносто дней, как блаженные томились в темнице, и еще следы от ужасных ран оставались на их теле, как злочистивый царь вызвал их с мирнские пределы и там опять немилосердно истязал их, приказав заключить в темницу, забить им ноги в колодке. Здесь блаженные томились в течение двадцати месяцев среди скорбей и утеснений. И Бог услышал рабов своих, вопиющих к нему день и ночь, и, промышляя заключенных, благоизволил, дабы злочистивый царь погиб. Лев был убит своими воинами в храме. Подмерти льва скипетр греческого царства принял Михаил, называвшийся Валвоз. Этот царь, хотя сам склонялся на сторону иконобортов, однако не преследовал верующих за почитание святых икон и позволял веровать каждому, кто как желает. Он даже издал повеление освободить всех, кто был заключен в темнице за иконопочитание. В это время блаженный Николай с великим Феодором, выпущенные из темницы, прибыли в Халкидон к патриарху Никифору, находившемуся здесь в заточении. Блаженный Никифор был весьма утешен их пришествием, и, видя на теле их страдальческие раны, почитал их наравне со святыми мучениками. Пробыв в Халкидоне несколько времени, они вместе с патриархом Никифором отправились в царь Град с целью убедить самого царя оставить иконоборчество и склонить его к благочестию. Но святые исповедники благочестия не имели успеха в своем благом деле, ибо царь по своему глубокому невежеству не внял их увещанием и не склонился к почитанию святых икон, хотя по-прежнему другим не возбранял поклоняться им. Впрочем, не воспрещая в окрестностях и в предграде ставить святые иконы, царь строго воспретил делать это в самом царствующем граде. По этой причине святые отцы Феодор и Николай, простившись с патриархом, оставили царь Град, дабы иметь возможность свободно сохранять свое благочестие в соединении с почитанием святых икон. Они поселились в Акрите, близ храма святого мученика Трифона. Здесь святой Феодор спустя несколько времени окончил свое земное поприще и в мире представился Богу. Преподобный Феодор Студиц скончался 67 лет в 826 года. Блаженный же Николай, оставшись при гробе своего духовного отца, проводил житие свое в иноческих подвигах. После смерти Михаила воцарился сын его Феофил. Сей царь был ревностным иконоборцем и со всей жестокостью начал преследование верующих за почитание святых икон. Опять верующие стали терпеть гонения и мучения от иконоборцев. В это время много пострадали два брата по плоти и по духу преподобной отцы Феодор и Феофан начартанные. Прибыв в Константинополь при Льве Армении были заточены за обличение ересей иконоборцев. При Феофиле же иконоборце на их лицах была выжжена надпись, свидетельствовавшая об их поклонении святым иконам, отчего они и называются начертанными. После этого они сосланы в заточение. Феодор Штемница отошел к вечному покоению около 840 года. Феофан же освобожден при царице Феодоре и поставлен митрополитом Никейским. Тогда и блаженный Николай, оставив место пребывания при гробе духовного отца своего Феодора, и скитался, переходя с места на место, пока не умер царь иконоборец Феофил. По смерти Феофила царская власть перешла к супруге его, благочестивой царице Феодоре, которая правила государством совместно с сыном своим Михаилом. В церкви Христовой, управляемой царьграде патриархом святым Ефодием, наступила опять тишина, и снова сияло благочестие. Тогда и блаженный Николай пришел в студийскую обитель, здесь по смерти навкратия исповедника при патриархии святом Игнатии с 847 по 857 год. Бывшим вслед за святым Ефодием, он был поставлен Игуменом. Спустя три года блаженный Николай, предоставив Игуменство свою блаженному Сафронию, мужу добродетельному, сам удалился в уединение, где пребывала в безмолвии. Но по истечении четырех лет, как только Сафроний приставился ко Господу в 854 году, братья пришли к преподобному Николаю и после многих просьб убедили его опять принять Игуменство. После этого блаженный Николай Игуменствовал несколько лет. Между тем царь Михаил Возмужа стал весьма развратен нравом. По совету дяди своего брата-матери по имени Варды, он изгнал мать свою блаженную Феодору из царских палат и принудил ее постричься в одной из женских обителей, а сам пригласил к совместному царству недядю Варду. Такой поступок царя с матерью возбудил сильное волнение в народе. Соблазн был еще сильнее от того, что и соправитель царя Варда позволил себе страшное беззаконие, оставив жену свою и взяв вместо нее жену своего сына. Святейший патриарх Игнатий, желая исправить такое развращение царей и прекратить беззаконие Варды, непрестанно увещевал их, но без всякого успеха. Однажды царь Варда явился в соборный храм в праздничный день с намерением причаститься при чистых тайн. Патриарх же не только не позволил ему причаститься, но перед всем народом изобличил в беззаконии и отлучил от церкви. Варда воспылал сильнейшую злобой на патриарха и возбудил против него и Михаила. Оба царя, согласившись, лишили патриарха престола, сослав его в изгнание, а вместо него поставили патриарха Фотия Астинкрита. Патриарха стал с 857 по 867. Астинкрит, приближенный к царю, придворный чин. Видя такое нестроение в церкви, блаженный Николай покинул монастырь свой и, взяв брата своего, ушел с ним в одно монастырское селение на острове Приконнисе. И там проводил жизнь в безмолвии, не желая ничего слышать о беззаконии царей. Но здесь он недолго прожил, будучи изгнан отсюда. Однажды оба царя плыли на корабле мимо того места, где имел свое пребывание святый. Зная, что Николай, как муж добродетельный, пользуется большой славой у людей, они свернули к нему, дабы ласкательством склонить его к единомыслию с собой, чтобы он подтвердил своими словами справедливость изгнания патриарха, а равно признал бы и беззаконный брак варды. Но он не только не одобрил их злодеяний, но и предрек им, что они погибнут внезапно и злой смертью, если не раскаются в своих злых делах, что и исполнилось впоследствии. Услышав это от святого, цари озлобились на него и изгнали его оттуда, а игуменом студийской обители, по их повелению, был поставлен другой. И вот блаженный Николай опять в свои старческие годы принужден был скитаться с места на место. Но и после этого беззаконные цари не оставили его в покое. По их повелению он опять был взят и в узах приведен в монастырь, где томился в темнице в течение двух лет. Пока оба царя действительно не погибли злой смертью. Варда был убит слугами Михаила во время ссоры между царями, когда они были в походе против Сарасын на острове Крите. А Михаил был убит своими домашними в своем дворце. После Михаила царский престол занял благочестивый Василий, македонянин, царство с 867-886 год. Он тотчас возвратил на патриарша престол Игнатия. Был вторичным патриархом с 867 по 877 год. А блаженный Николай был освобожден из темницы. Царь призвал его к себе и убеждал его опять принять к управлению свой монастырь. Николай по старости лет сильно не желал этого и только по настоятельной просьбе царя согласился принять управление монастырем. Царь часто призывал святого к себе, беседовал с ним, поучаясь добродетельной жизни от его наставлений и воздавал святому большую почесть. Бог даровал своему угоднику дар исцелять недуги в людях. Супругу царя Евдокию постигла тяжкая болезнь, так что она, не получая никакой помощи от врачей и совершенно отчаявшись в своем исцелении, ожидала близкой кончины. Но вот одна же, забывшись во сне, она увидела старца в иноческом одеянии, сиявшем светом славы. Приблизившись к ней, старец сказал, «Уповай на Бога, ибо ты не умрешь ныне, но получишь исцеление и будешь здрава». Проснувшись, она тот час рассказала виденное во сне мужу и умоляла его призвать к ней из всех монастырей старцев, известных своей добродетельной жизнью. Вместе с другими старцами, приглашенными в палату к царице, явился и Блаженный Николай, лицо которого сияло светом, как у Моисея. Царица узнала в нем старца, виденного ею во сне, и вставше поклонилась ему. И тот час сделалась совершенно здоровою. Также тяжко заболела другая женщина по имени Елена, жена Патриции Эммануила. Она точно так же была близка к смерти, и родственники приготовили уже для нее погребальные одежды. Но Блаженный Николай, придя поспешно к ней в дом, перекрестил рукой своей главу ее и все тело, и умирающая встала от одра болезни, совершенно исцелев от тяжкого недуга. Заболел тяжко и сам супруг ее, Мануил. Отчаявшись в выздоровлении, ибо врачи не оказали никакой помощи, Мануил ожидал приближения смерти. Перед смертью он пожелал принять иноческий чин. С просьбой о пострижении он обратился к Блаженному Николаю. Но Николай на этот раз отказался исполнить его желание и предрек ему, что Бог исцелит его и что он будет занимать высшее положение при дворе. Проходя должным образом свое служение, потом уже приняв пострижение в иноческий чин, отойдет в другой мир с добрыми делами. Предсказание его сбылось. Мануил вскоре выздоровел, занимал высшие саны при дворе, и потом уже, под конец жизни, сильно разболевшись, будучи пострижен Блаженом Николаем, отошел к Богу в иноческом чине. Другой патрицией по имени Феофил, Мелиссен, со своей супругой были в большой скорби, потому что все дети их после рождения внезапно умирали. Когда однажды родилась у них дочь, они принесли новорожденную к святому и просили его быть восприемником ее от купели, веруя, что молитвы святого спасут ее от смерти. Блаженный отказался быть восприемником, но возложив на младенца руку, помолился Богу и сказал Патрицию, «Дух святый говорит, жива будет дочь ваша, и вы увидите сынов сыновей ее». И все сбылось по его предречению, дочь их возросла в полном здоровье и, будучи красивой девицей, вскоре была отдана в замужество и имела добрых детей. Под конец своей жизни Блаженный Николай разболелся. Когда все братья окружали его одр, Блаженный обратился к инокам с вопросом, «Скажите, братья, в чем вы в настоящее время имеете недостаток?» Они, удивившись такому вопросу, отвечали, «Не имеем жито». Блаженный сказал им на это, «Бог, питавший Израиля в пустыне, не оставит и вас. В третий день по моей кончине он в изобилии даст вам пшеницы». Поставив игуменом Климента, бывшего экономом, преподобный Николай с миром почил четвертый день февраля, прожив 75 лет и был погребен с честью в 868 году. На третий же день, как предрек святый, в монастырь прибыл корабль с пшеницей, присланный царем Василием. Климент с радостью принял дар царя и сказал инокам, «Вот отцы и братья, преподобный отец наш Николай исполнил свое обещание, прислал нам в изобилии пшеницы». В том же монастыре был инок по имени Антоний, много лет страдавший болезнью кровотечения. Потеряв надежду на врачей, он был близок к смерти. Игумен велел ему занять хижину преподобного отца Николая, в которой был он и оставался до смерти. И вот, когда Антоний, войдя в хижину, то лег и забылся во сне, ему явился преподобный Николай и спросил, «Чадо Антоний, чем ты болеешь?» Он назвал ему свою болезнь. Преподобный сказал, «Не бойся, от всего времени ты будешь здрав». Быстро пробудившись, Антоний не во сне, а уже наяву, увидел преподобного, выходящего из хижины, в которой осталось сильное благоухание. Он тот час почувствовал исцеление и стал здоровым. После этого Антоний жил 14 лет и не имел никакой болезни по молитвам преподобного Николая, предстательством его на небесах, да избавимся и мы от всяких болезней душевных и телесных. О Христе Иисусе Господе нашим, которому слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.